так давайте рассмотрим устройство для снятия изоляции какие у нас они есть которые всегда под рукой это ножики ножики вот самые простые с этими смертными лезвиями мы можем делать все что хотим резать вот так вот надрезать между красивых на пальцах уж нас вата своих-то не делать конечно положить это потому что соскочит лезвие и она кажется ваш руках до мучиться если у нас много что короба мы подрезаем пластиковые там дырочки подрезаем отверстия устройства для снятия изоляции конечно нас и пока резать это пока резать кусачки кусачки в них лезли поперек ручка расположена у меня такого инструмента нету и пусы можно пока резать на кистоляцию достаточно эффективно если вы знаете как делается так потом у нас есть ножи побольше они на все руки для скуки где дырочку проковыряйте что-то прорезать где что-нибудь подковырнуть и вот этим гипрок отрезали последний раз судя потому что такой остался там не все кто не попали делают все они но они нужны 20 баляются на поясе и вы можете что угодно сделать так и теперь у нас со странным словом stripper инструменты которые вообще тоже как и все современные инструменты существенно экономят там жизнь я их тут три штуки даже четыре вот эти вот все все stripper и которые себя представляют там как бы два двое две ножницы с разными отверстиями и в которых вы предполагаете что вы будете протягивать провод это все блядь потому что это не работает вот вы видели сколько времени мы можем потратить на то чтобы соблеску разобрать то есть мы вот этот вот надрезали развернули вот так вот вырвали провода отсюда опять надрезали убрали потом взяли бокорезы они он потянул у нас изоляцию ничего страшного даже два сразу не сняли вот я зачистил теперь мы берем инструмент который может это делать вот я зачистил опять опять же повторяем сюда если нам надо крючки там такой несчастный проводочек один зачистить то мы конечно используем ножичек если нам таких проводочков надо на когда мы делали освещение теннисного корта мне таких проводочков было я не помню сколько но у нас 10 10 матч 1 2 3 4 5 6 7 по 8 пар прожекторов ну и посчитайте плюс еще это все короче очень много там пвске только умотали больше километра то есть они как бы они имеют ответной части сюда еду здесь можно еще попользоваться как опрессовочкой об этом мы попозже поговорим есть вот такой еще стрит и xiaomi городу он исключительно для таких вот установки проводов тоненьких худеньких то есть он имеет место что-то сделал но мне очень неудобно им работать у меня один лежит валяется видео с чеченом что-то здесь не отрегулирован провод перекусывать то есть надо поменьше поставить или побольше усилия дать еще раз попробую но вот стал работать на минималках для тоненьких проводов первый раз то что я увидел такой стрипер когда сделали автоматику телемеханику я такой купил у меня сразу же сломался потому что весь пластмассовый и я поменял на новый и вот он не так валяется вот у нас есть ну есть специальные средства из снятия изоляцию ножек кабельный опять же но здесь вот такое лезвие она она винтиков регулируется его можно вытащить больше меньше вот потому кабель сюда как прожарил так вот вставили ведь тянем она надрезает но при условии что если умеешь и понимаешь что селешь то с этим ножиком я точно так же это все надрезаю здесь я как бы не вижу где у меня там лезвие больше она меньше куда она ушел сторону не ушел ну вот это и можно там оболочку составлять что тоже не очень понятно если мы будем углубляться в силовую легкую там у нас вот эти ножи больше работает то что нам вся там изоляция которая есть ее принципе надо уже не резать а скорее даже рубить потому что срезать мы можем много чего лишнего а так для дома для семьи ножек и бокорезы не обязательно здоровый такие 200 и можно поменьше какие-то бокорезы надо будет не как-то купить умирать начали уже вот или есть его оптимальный стрипер для дома для семи минут этот квтшник вот с такими вот зажимами потому что опрессовкой потому что это все подходит для опрессовки наконечников колечек и всех остальных вот этих бытовых историй здесь еще есть дырочка да теперь еще можно приветить шнурочек чтобы он не улетел куда-нибудь и наслаждаться от работы потому что это полное наслаждение поставили провода вынули и он сам регулируется в зависимости от того как у нас диаметр со втыкнут он регулирует автоматические нажатия вот так это работает